Я все понимаю. Вы понимаете, ссылки на минувшие эпохи, безусловно, если мы возьмем Шекспира, если мы возьмем творчество великих классиков наших и Пушкина, они все отчасти пропитаны антисемитизмом. И это факт. Потому что тогда... Ну, может быть, у Пушкина конкретно нет, у него ксенофобия такая ярко выраженная. С точки зрения сегодняшней, понимаете, нормы морали меняются вместе со временем. Вот то, что было в 17 веке нормой, когда евреи были загнаны в гетто, и когда были расы высшие, низшие, и люди делились по... и так далее, да? Ну, это, к слову, о том, что вы сейчас вот сказали о том, что, значит, раз можно, там, я не знаю, Шиллеру, то можно и мне. Понимаете? Можно всем. Я ничего, ни о чем не... Евреи не обижаются. Но я вот тут вот сейчас зачитаю ваше стихотворение, которое обидело меня русского, понимаете? Я не знаю, почему евреи не обижаются, но это их дело. Вот я зачитаю. Я просто хочу знать вашу точку зрения по вашему конкретному четверостишию. Не избежать нам гонореи, когда кругом одни евреи. Ну, евреев, наверное, это не задевает. Наверное, это норма, да? Что все евреи у нас болеют гонореей. Так? Ну, я лично прочитал вот здесь. Дальше. А были б русские кругом, от спида бегали б бегом. Вот, Евгений Викторович, вот мне обидно за русских. Вот, как спида бегать в вас? Вот, значит, я русский. Вы мне позволите пояснить это? Да. Вот я хотел бы узнать, для чего написано вот это стихотворение? Для смеха. Я не понимаю. Это сарказм. Ну, для смеха. Вот это сарказм. Да, есть сарказм. Дело в чем. Во всем виноваты евреи. Есть такие слова, которые в мировой лексике вообще пребывают? Евреи. Во всем виноваты русские, когда хотят нас в чем-либо. Во всем виноваты хохлы. Понимаете? Вот, смотря к чему примерять, да? И в какую сторону кидать вот эти стрелы. Понимаете? Направлять эти стрелы. Вот, виноваты. Найди виноватого, да? Обвини его. И все будет в порядке.